Как из спиленого дерева изготовить игрушку, расписать ее и главное буквально оживить, знают народные умельцы, супруги Вайс из Благовещенского района. Они дали мастер-класс нашей съемочной группе. Одно движение руки и герои русской народной сказки отживают. Валерий Вайс сделал больше двух сотен таких игрушек. Любовь к столярному искусству ему привел дедушка. В послевоенное время он изготавливал деревянную мебель. Мастер помнит свою первую фигурку – простого деревянного медвежонка. Он сделал еще в детстве. А вот оживлять игрушки Валерий Вайс научился уже в зрелом возрасте. На пенсию пошел, вот, а жене в садик надо то-то показать, надо то-то показать. Давай делать. То на выставку ей надо, то-то. Ну, сперва сделал, вроде понравилось. Потом посмотрел в интернете, там про Богородские ружки, как там сам механизм, что, как работает. Ну и давай уже сам как-то стараться делать. Сейчас со станка выходят целые композиции героев сказок, мультфильмов и даже соседи по улице, выполненные из березы или кедра. По словам жены Валерия Вайса, Любовь Петровны, в этих игрушках знакомые узнают себя с первого взгляда. Расписывает их сама Любовь Вайс. Однако в какие краски – всегда решает муж. На игрушку уже наносится рисунок, карандашный набросок. Я делаю, вот, просто сама делаю набросок. Сделала и потом уже начинаю красками. Прям красками, кистью идешь, все. Ну, еще контурами разными вот у нас мы делаем, украшаем. Ну, вот разные, вот, допустим. Вот здесь вот контуры применяем, еще украшения, блески применяем, осыпаем. Мастерством деревянной игрушки в семье Вайс занимаются и дети, и внуки. Росписи Любовь Петровна учит на занятиях по декоративному творчеству в Благовещенской школе искусств. По словам умелец, дети с удовольствием раскрашивают игрушки. Нравится им, возьмут куколку, к дереву. Они, самое главное, что к дереву прикасаются. Ну, это не так часто и не везде это есть. А здесь вот такая возможность появилась, и поэтому они с радостью. С радостью вот расписывают. Вот, вот, ну, лицо им тяжело, ребятишкам, вот, что там глазки вот такие сильно мелкие. А вот платья они, узоры делают вообще очень хорошо. Народные умельцы с Благовещенского района регулярно участвуют в выставках. В прошлом году побывали в Москве на этнофоруме. Провели мастер-класс. Свои игрушки отправляют не только по России, но и за границу. Семья Вайс изготавливает целые коллекции для российско-немецких объединений по всему краю. Сейчас ждут приглашения в Германию. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости.